Продолжается Дифенс. Четвертая карта, как я вам и обещал, началась после небольшого перерыва. Нави играют на стороне Дайер со вторым пиком и на европейском сервере. Вот такая вот загогулина. После третьей карты, наверное, кто-то захочет попросить Пупея, чтобы он ему отсыпал того, что он принял перед этой картой. Надеюсь, что вот этот вот матч будет все-таки... Ну, вообще карта получилась интересной, но я бы посмотрел реально на такую, знаете, вот потную, ну, даже не знаю, не 50-минутную, а просто хорошую такую скилловую доту, потому что вот первая карта была, ну, честно говоря, ну, там слишком без шансов для Нави, как мне показалось. Вторая карта была вот очень-очень на самом деле хорошая. Можно там ее просто по деталям разобрать и много понять для себя и вообще убедиться в том, что все-таки и Нави, и Кайпи очень неплохо играют, какие они там моменты нам продемонстрировали. И вот вторая карта, мне кажется, была самая интересная пока что. Ну, а третья это так. Хоп, хей, ла-ла-лей, что-то, как говорится. Ну, Нави, блин, на самом деле без шуток. То есть это финал и все играют серьезно. И Нави просто вот таким вот пиком взяли и убили. То есть это как бы тоже о чем-то говорит. Что Пупей знает, что делать. Хороший капитан. Так, Кайпи на первом пике. Забанили Алхимика, забанили Визажа. Ну и взяли снова Котла. Ну, блин, блин. Конечно, может Пупей сейчас попытаться исполнить что-нибудь подобное. Но у него хороший пинг. У него сейчас европейский сервер. Если предыдущую карту он играл на американском сервере. И, возможно, это было такое вот проявление безысходности, проявление безнадежности. Ну, даже, ну, неправильно, конечно, говорить безнадежности, безысходности. А просто типа давайте вот как бы таким вот пиком сыграем на плохом пинге. Ну, а сейчас очевидно то, что Нави начинают пикать реально что-то такое, чем они будут закапывать. Просто закапывать. Фурион, Лайфстиллер и, ну, под Лайфстиллера какую-то комбинацию заберут наверняка. Надо Энви сейчас реально что-то думать. Берет Темпларку. Блин, Темпларка. Темпларка вторым пиком. Что такое Темпларка вторым пиком? Темпларка вторым пиком ты просто либо обрекаешь себя на бан некоторых героев для мида, если она идет в мид, либо ты отправляешь ее на фрифарм, ну, как бы просто на легкую линию, пофармить, не факт то, что там будет фрифарм, далеко не факт, особенно учитывая этот факт, то, что у Навиков вроде бы как имеется сейчас в пике Лайфстиллер, который, в принципе, может пойти на харду. Ну, то есть, как бы, немножко странновато видеть Темпларку вот именно вторым пиком. Может быть, третьим, да, более даже, вероятно, четвертым или пятым, но вторым это немножко так. Как бы, может быть, Айна просто не мид пойдет, вот, что я имею в виду. То есть, против Наэкса, в принципе, Темпларка хороший герой, потому что рефракшн работает, Наэкс грызет, тычка-тычка, нет дамага, нет дамага, нет дамага, а Темпларочка с мэлда, на тебя, по лицу сразу же, хорошую плюху с минус армором. То есть, ну, дамаг приятный, можно, можно вполне играть против Лайфстиллера. Банить, что же банить Пупею? Мне кажется, вот, реально, есть смысл убрать, есть смысл убрать либо Бэйна, либо Нагу, потому что Нага может очень-таки неплохо контрить этого Лайфстиллера, и уже Кайпе показали, как они этой Нагой играют на первой карте, по-моему. Или, стоп, у них же была Нага на первой карте? Да, по-моему, была. Там, где нами вообще только три фрага смогли сделать. Ну и вот сейчас посмотрим, что же все-таки решит капитан украинской команды. Ну, пока посмотрим в чатике. Сделал ли я чат? Конечно, сделал. Ребят, Вивер решил убрать Пупею. Ну, просто против Лайфстиллера, хороший герой на лайне. Да, он думает, что все-таки Темпларочка пойдет в мид. Думаю, что лучше забанить. Так, пик называется Welcome to Russian Pub. Ну, да, да. Спалил Пупея, жестик. В каком плане? А, да, все, понял. Чего хочу сказать-то, кстати говоря, насчет той ситуации в Na'Vi, которую я там рассказывал. Мне говорили то, что я сильно неправ. Я понял, в каком месте я был сильно неправ. Думаю, неужели я ласта со смайлом как-то перепутал. Или Ники что-то там не так сказал. Или хвост не фидил там. Или я тоже сижу, думаю, как поехавший. Где же я не так? Оказывается, говорят то, что я не понимаю ситуации в том, что именно их набрили. То есть они типа сами ушли. На самом деле, я не буду сейчас пытаться раскрыть эту тему. И эта ситуация была довольно давно. Но, ребят, поверьте, там не все так гладко было. Поверьте, там было реально не все так гладко. И просто призадумайтесь. Na'Vi. Что такое Na'Vi? Что значит попасть в Na'Vi? Na'Vi это один из единственных рентабельных проектов в киберспорте. Ну, как бы их крайне мало. Не говорю сейчас там про StarLadder. Вот именно конкретно команды в СНГ. Вот Na'Vi. Попасть в Na'Vi это мечта, возможно, любого киберспортсмена. Возможно. В каком-то смысле. То есть как FANIC предложили, он сразу туда. Версуйте, он сразу туда. И если бы мне предложили, я не скрываю этого, я, возможно, тоже бы ушел. Потому что карьера в Na'Vi это внимание, это популярность, это развитие и так далее. Да, и как бы люди, которые, ну, когда происходит так, типа, ну, в инактив там ушел. Да, то есть, ну, как бы, я сразу чувствую, что, как бы, что-то вот, что-то не так. Хотя, насчет ласта я реально не знаю и говорить ничего не буду. И насчет смайла, ну, я кое-что знаю насчет смайла, но говорить тоже не буду. Хорошо, Бэйн, Бэйн и Лина в пике у Na'Vi. Ну, отлично, че, трепла просто, муа, не трепла, а конфетка. Есть станы, есть инициация, хороший фармила. Можно этим реально пытаться подраться. Может быть, кстати, Капи, вот смотрите, у них снова Клокверк, снова Коттл. Не думаю, что они, правда, на этот раз сообразят лайн, типа Клокверк плюс... А, вот какой лайн они могут сообразить, типа Клокверк плюс Коттл плюс Герокоптер. Вот это реально может быть. Но, может быть, на Клокверке все-таки будет Боу играть. Он тоже, кстати говоря, очень неплохо справляется. Нужно больше бреда. Да нет, ребят, все, бреда больше не будет. То есть, Na'Vi выиграли две карты. Na'Vi выиграли две карты. И им сейчас не хватает буквально вот одного шага, знаете. То есть, это как... То есть, не знаю, вот одного шага, какую тут можно придумать ситуацию. Но вот представьте себе, да, Na'Vi выиграли две карты. Они сейчас играют. Они сейчас играют на европейском сервере. С комфортным пингом для себя. У них каждый играет с пингом лучше, чем у пинку команды Кайпе. Ну, единственное, что как бы там тоже есть европейцы в Кайпе. Ну, короче, Na'Vi и Artezi канадцы, они не могут играть с хорошей... Ооооо! Василий Петрович Пуджа забирает пупеи для Dendy. Начались в деревне танцы. Ну, давайте посмотрим Пуджа от Dendy. Так. Так а что мне там, да? Что европейский сервер... Это как раз-таки Пуджа для Dendy, из-за того, что европейский сервер. Можно скиллшотить куком, там, попадать пинг более-менее приемлемый. европейский сервер две карты, выиграно одно осталось, то есть это просто вот они, вот они 12 тысяч долларов ты просто, я не знаю, карман подставь уже, да, и вот сгребай туда лопатой, сгребай все это бабло, бабосы, бабосы сгребай, и вот поэтому нави как бы больше вот такого показывать не будут они возьмут то, чем они выиграют они возьмут то, чем они будут побеждать, ну и кайпи естественно берут нагу, я сказал сразу что здесь без вариантов, слишком хорошая контра к лайфстиллеру окей, переключаемся на доту видим как разбирают героев, синк будет саппортить нагой, энви фармит герокоптером, артизи играет темпларочка, блин темпларочка ребята, темпларочка против пуджа, вообще видели когда-нибудь такой в цеме, я вот не помню ну что сказать зависит от того как играет темпларочка, зависит от того как играет путж если путж хороший, темпларочка проиграет, если хорошая темпларочка проиграет путь то есть очевидно будем смотреть за центром наблюдать что происходит и как будет играть дэнди против темп ларки ну что надо сделать надо отключить хат надо посмотреть что здесь там пеньки уже пошли у фанни как кстати hex есть до до мификал note this shit again артизи ой-ой а ей-ой-ой-ой-ой тэнди идет нами дэнди страшный такса тут у нас темп варочка девочка кстати говоря как раз таки играет на пинге пинг артизи Артизи, Артизи 262 у Артизи, друзья Пожалуйста, все очень просто 262 У Дэнди 133, то есть, грубо говоря В два раза меньше Если пренебречь вот этой четверочкой Миллисекунд, то в два раза меньше пинку Дэнди Большая разница Огромная, колоссальная На Ави не стали Триплой на Хардлейн Бог им судья Ну а что, пусть там фармит Герокоптер В принципе, кстати говоря, у него закуп Какой-то А-ля Мидас На четвертой минуте Ну, то есть, как бы все ластхитит Все добивает, и Мидас будет Быстрый Нами смотрят руну на топе Руна появляется, ну Как сказать Хорошо там, где нас нет Да И вот руна появляется на боссе Для Нави Пиньки Пиньки злые Пиньки идут фидить Фанник фидит Дает 16 32 золота дает Котлун Кстати говоря, с Квилин Блейдом Будет стакать, наверное, вот здесь Да Крепочков Естественно Естественно Ну а Синг будет фармить Ну, в принципе Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Нырнули Нырнули Нави Убили Клокверка Здесь Сон от Бейна Опен ваунс От хвоста И Куроки Ой-ой-ой Смотрите, он чуть-чуть Ого, оборзел Смотрите, припортился Коги такие поставил Ну, вот такой вот Интересный ФБ сделали Нави Я, честно говоря Вообще Профтыкал этот момент Денди На центре Продолжает стоять Против Темпларочки Ботл у него появляется Тащит он себе Сейчас этот Ботл Этим вот Зверьком Или стоп Это Ботл Темпларки Да, Ботл Темпларки Немножко Что-то заговорился Ну, вроде Пока что Все неплохо Все хорошо Старается Артизи Вот сейчас Смотрите Крипы Крипы Денди Жжется Жжется И Идет Ой-ой-ой Чуть Просто чуть-чуть Не хватило Дендику Ну, хук Первого уровня Просто Было бы Смотрите Денди Пошел Нартизи Хук Ну, вот вообще Изи Просто изи Ну, хотя уходит Смотрите Фурион Портится И проблемы Проблемы У вас проблемы Темпларочка Тем более Фраг для Фуриона То есть У него уже Есть Перчатка На Мидас И пять сотен Золота Для Ну, того Что ему еще Там где-то Надо чуть-чуть Подфармить В итоге Бон тут Что-то хочет Сделать Надо пять Где-то там Да Сколько Пятьсот Девятьсот Монет Ему еще Надо примерно Нафармить Там Восемьсот Шестьдесят Восемьсот 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 пятьдесят Монет Ему нужно Нафармить И у него Будет Рецепт Мидаса Если я Не ошибаюсь Не ошибаюсь Так Что там Случилось Какие-то Лаги У Артизи Ставит он Паузу Гера Мастер Начального Закупа Да 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 Он самый Касар У Энви Не знаю Может он решил Рашить Рапиру Ребят Как думаете Просто Сразу То есть У Нави Пудж Все Пора Пора Собирать Рапиру То есть Как бы Рапиру Герокоптера Собирают Просто В безысходных Ситуациях И Наверное Чувствуют Сейчас Энвичем Все будет Кончаться Боттл У Пуджа Усыпили Боуна Но Боун Не сильно Расстраивается Красавчик Уроки Попадает Станом Дает Несколько Тычек Ну Я не знаю Как бы Почему Энви Реально Так Закупился То есть Первое Что приходит В голову Он реально Хочет Пораньше Купить Мидас Просто Перефармить Наикса И все Но Как это Будет Вот тут Не увидите 1200 Золот Наверное Реально Купит На рецепт Мидаса Так Дэндик С хостой Все Ой-ой-ой-ой-ой-ой Дэндир Загнался Ветер В Харю Волоса Назад Дэнди Вбегает На хардлейн Вбегает На хардлейн Бон Ой-ой-ой-ой Бон По-моему Встревает Опачки Хучанский Хорош Фраг для Дэнди Че Постоит Вернется Дает Хвосту Попить И Хвост Говорит Дэнди Вынеси Попить Ну вот Он Вынес Попить Получает Фласку И возвращается Обратно Обратно В центр Тут он будет стоять Также против Томбларки 3-0 Нави Выигрывает На третьей минуте Так И Бон Ой Бон По-моему Сейчас опять Фиданет Ребят Опачки Пошел Стан Неплохо Бон Отходит Отходит Подкреп Бов Тут Выживает Сапога У него нету И Фуруч Закрывает Ему проход Ой-ой-ой Бон Все Умер Красава Фаник Тоже очень вовремя Прилетел Ну вот Смотрите-ка Очередной Ассист Да То есть 950 золота 955 Там Еще чуть-чуть Подфармит И вот реально Будет Мидаса Ну что Гера Купил себе Рецепт Мидаса Купил Родной Рецепт Мидаса Вот он ползет Рецепт Мидаса Для Энви Банка Для Артизи Ребята просто Не могут Никак этот ботл Поделить Руну контролить Ну Дэнди Красавчик Да Руна на топе Окей Значит Согласно Теории вероятности Руна Следующая Появится на боте Как бы Шанс Двойного Респа Руны На Одной И той же Линии Он меньше Чем Шанс Респа Руны На Как бы Других Лайнах То есть Ну Понятное дело Что В таких ситуациях Надо Немножко Быть Везучим Но Все таки Знание Каких-то Банальных Даже Ну не Аксиом А Я вот Честно говоря Очень мало Могу сказать Вам про Теорию вероятности Потому что Дик ее не любил Ну ладно В общем Идея понятна То есть Руны Желательно Ну как бы Стараются Игроки контролят Так Я просто Это заметил Не знаю В этом ли Дело Но мне тоже Кто-то говорил Этот момент Что То есть Даже вот Шанс По-моему Как-то Зашла речь Там С одним Знающим Чуваком Мы беседовали Говорили То что Шанс того Что например На одном Лайне Два раза Подряд Появится Одинаковая Руна То есть Два раза Дабл дэмэдж На топе То есть Во второй Это по-моему Вообще нереально То есть Это Там Что-то там Вообще Мизер Какой-то Ну Ладно Ближе к игре Значит Энви Собрал Мидас Красавчик Энви Понимал Что его На лайне Напрягать Никто не будет Ну а Хвостецкий Купил себе Брейсер Будет барабаны Делать То есть Хвостецкий Как бы чувствует Что Будет эта драка Видимо Пораньше Мидас У Фурича То есть Фанник То тоже фармит И транквил Покупает себе Гирокоптер В общем Энви Нацелен На какой-то Серьезный фарм На какую-то Лейтовую игру Но пока что Ну блин Темпларка Пока что Ну как бы Балласт Возможно Ну я не знаю Она еще не показала себя В этой игре Ну вот Дэнди Смотрите Бежит сейчас за Артизи Чекает Блочит Блочит просто Эншентов Пацану И И все Такое Спрашивает Транслирую я С задержкой Да Но она меньше Чем у Тоби У Вилата Как вам Такой ответ Пойдет Думаю Что пойдет Так Ну Дэндик 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 Так Добить Крепочка Хорошо Все Великолепно Банка у него Имеется Ну Полная я имею Да имеется Банка И идет сейчас На бот Так Кстати говоря Что с руной Это случилось Нага забрала Инвизу Я что-то Протыкал Немножко В этот момент Но Синка Ее видимо Так сразу же Потратил Идет Куроки Девять бот У него В принципе Сапог Четвертый уровень Как бы Все у Куроки Великолепно Есть Асисты Есть Сапог И Кое-какой уровень У него тоже Плок Перетягивается Перетягивается Возможно Возможно Усыпи Можно сейчас Спушить Да Как говорится Все В каждой Бывает 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 Например Что Раза Заспавнилась На одном Месте Ну Может быть И было Я все-таки Матчи в доте Сыграл огромное Количество И наверное Да Было Но это Крайне Маловероятно Конечно 10 раз Подряд Может Заспавниться 50 на 50 Так Вар стоит 20 секунд Руна лежит Что-то Вероятно В любом случае 50 на 50 Блин Но Ребят Это как В том самом Анекдоте Про блондинку Когда приходит Блондинка На работу И Ее спрашивают То есть Как бы На собеседовании Как вы думаете С какой Вероятностью Вы пойдете Сейчас Например На улицу И встретите Динозавра 50 на 50 Так Почему Это же как В недоумении Как это 50 на 50 Ну либо встречу Либо не встречу Здесь тоже Примерно О том же Диалог Ну ладно Давайте Оставим Эту тему Если Она Если я Такое Сказал Хорошо Я такое Сказал Я буду За свои Слова Отвечать Давайте Я попытаюсь Нарыть Какую-то Ну не знаю Может быть Доказательную Базу Или что-то Типа Этого И Попробую Что-то Придумать В этом Плане Хорошо Хорошо Я постараюсь Я постараюсь Что-то найти Либо в интернете Либо сам Что-то Сделать Но 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 Мне кажется Что здесь Все-таки Немножко По-другому Все получается Хвост Кстати А что у нас За пауза Опять Синий экран Смерти Окей Синий экран Смерти Придется Подождать А он Как раз Кстати говоря Возвращается Возвращается И Поехали Нет Очередная Пауза От Бэйна Что-то Там Сначала Резюм От Хвоста Потом Пауза От Бэйна Ладно Смотрим Дальше Не про руну А про теорию Вероятности Типа Орел Решка Ла-ла-ла-ла-ла Ну так Нет Ребят Это разные вещи Это разные вещи Конечно же Орел Решка Это тоже Там из теории Покера Все понятно Я много Чего читал В этом плане Раньше Тоже в покер Любил играть Этот стандартный Пример С Орел Решкой Шанс С банкой Все такое Так Дэнди Пока что На боте Блин Что-то много Я Офтоплю Сегодня Надо наверное Как-то заткнуться И посмотреть Все-таки Что у нас будет Происходить На меду Пытается портнуться Сюда Фанни Кью В итоге Телепорт он Отменяет Синк здесь Ну у него 60 секунд До ульты Хвост На топе У хвоста Армлет Ну и Идут убивать Герокоптера Короче говоря Дэнди опять Дает просто Великолепный кук И Энги просто без шансов Отъезжает Смоук Два заряда урны У Дэнди Два фрага 39 крипов 15 динаев Ну сейчас я просто Буду следить за вот этой Вот гангающей парочкой Потому что все остальное Не так важно Не так интересно Так уроки Получает трапу Синк на него Накидывается Телепорт сюда От хвоста Хвост Вжимает барабан И выходит на Синга Дает опен Ваунс Синга нет Ультимейта Лагуна Влетает в голландского Игрока Хука Дэнди Не попадает в котла В итоге Нави Смогли ответить То есть Они убили И хардкерри Команды Кайпи И вышли На мид Тут тоже Смогли Поубивать Такс Ну а фанник На боте Убивает 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 Котапу И наверное Будет пушить Сейчас эту вышку Хорошо 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 Аркана Убейна Видите как много фарма Просто Огромное количество Фарма У команды Нави 12 минута Да И у них По моему 5000 5000 преимущества Тут Дэнди У нас Крипов Кушает Хукает Точнее Не кушает А хукает Контролит руну Регенчик На боте Вот ее сейчас Будет подбирать Данька И наверное Пойдут навики 9 и 9 топ Потому что Ну как-то надо Как-то реально Надо его 10 и Дэнди Вот сейчас туда Портится Причем Портится довольно Нагло Прям Ну он же Пуч Что ему будет Бон готов Скидывать Свою ульту Пуч Заху Добрый вечер Просто Влетает Дэнди Ну прямо Да Вот это ошибочка Конечно Дэнди Усыпил его Бэйн В итоге Разбудили Пошли Иллюминейт Дэнди Умирает Так он свою Руну Регену Реализовать И не сможет Это про Инфест Бомбу Пытались Заюзать Нави Но Синг Вжимает Ульту Это Так Знаете Ирония Такая Да Синг Вжимает Сон Унаги Ну песнь Очень Тонко Ну и Тут кстати говоря Все таки Клокерка смогли Забрать Ну хоть кого-то Хоть кого-то Убили 6 уровня Клокерок 9 левела Пуч Конечно неприятно Что там Кстати говоря У гирокоптера Мидас И барабашки Ну окей Барабашки И медас Смотрим табличку С айтемами Куроки Купил себе Поинт бустер Слушайте Не уж так Куроки Захотел Аганим Собрать Но это Очень редко Такое делают Лины Потому что Аганим Для Лины Это Ну в каком-то Смысле Немного Не побоюсь Этого слова Безидейный Девайс Да То есть Как бы Обычно Лина Саппортит И не может себе Позволить Столько золота Ну а здесь Куроки Видимо Решил Таким вот Образом Поступить Будет ли Это в конечном Счете Аганим Мы узнаем С вами Позже А пока Посмотрим На то Как Нави Пушит Мид И полоскоденает Вышку Добивает Точнее 1200 золота У него есть Что будут делать Дальше На топ Отправляется Фармить Фурыч Халявный фарм Халявное золото Халявный экспа Немного нагло Ведет себя Держу Скорее Вот вижена На карте У кайпи Не шибко много Посмотрите Да То есть Вот здесь Вот только Вард Я вижу Больше на карте Ничего не вижу Так Дендик Съедает Сейчас Крипам Доформил 1600 Слушайте Пуш Ну не знаю То есть С одной стороны Можно как бы Тапочки загрейдить С другой стороны Можно Форстаф Себе собрать Почему бы и нет Почему бы так Папе Сразу ульту в Бона Да А нет Усыпил Хорошо Уже здесь Сзади Подходит Хвост Сгрызать Бона Вон Ну блин Ну Все равно Его поймали Да Через ультфаника Убили просто Немножко пожадничал Пупей Хотел убить И котла И Ну который отсюда Сделал топа То есть Он усыпил Клокверка И пошел за котлом Сюда В надежде Что поймает его ульт И в итоге Убьет его сам А с Клокверком Как-то его команда разберется Но Немножко не повезло Капитану Команды Нави И смогли Ребята убить Только одного Игрока Европейской Команды И тем временем У Envy 1600 золота Ну по дефолту Надо делать БКБ Но Опять таки Что такое БКБ БКБ не контрит Инфибл Если до БКБ Его накинуть БКБ не контрит Ультбейна БКБ не контрит Дизмембр Да Дизмембр Пуджа Ушел Ушел Хитрес Геррокоптер Никак не смогли Ему прервать Телепорт Ну и хвост сейчас Возвращается Формить Но Возвращается Формить он Не куда-то А во вражеский лес Что Так Как бы Нам показывает Что Нави Сейчас Имеют инициативу На карте Смоу котла Ну слушайте Вот что-то Темпларка 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 Я вообще не вижу Чтоб она что-то делала На карте Барабана Вроде как А вот Дэнди решил Не форстав Дэнди решил Травала Идут убивать Рошу Медалька есть у кого-нибудь Я не заметил Шидоу Блейд Ну да Все Этот парень Делает аганим Не знаю Чтобы быстро Как-то может быть Нагу вырубать Ее пукает Дэнди Съедает Лагуна И все Нага умирает Или может быть Как-то Ну то есть Под пуджа Именно Что он Инициирует бой Хуком Он Дает Свою ульту И Ты В момент Вот этой всей Драки Просто-напросто Скидываешь Лагуну И За прокаст Убиваете человека Быстро Эффективно И без Каких-то там Без какой-то грязи Что Рошанчика Подгрызут Там топ Кстати даже не спушили Пока что 150 хп Убивают Рошана На Ави Сразу же пошли Телепорты У вышки Все вышку забрели Игроки команды Капи Дэнди Здесь инвиза И инфес Заюзали Ой-ой-ой-ой-ой Какие проблемы Здесь у Синга Синга очень быстро Убивает Он не смог Даже скастит Свою ульту Хвост Саеги Самобузит Армлет Бежит за котлом Загрызет он его 100% Посмотрим Что будет с Герокоптером И Темпларкой Дэнди Но он с траволами Так Куроки 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 За трапу скинул Артизи Пытается бегать Его закрывать Ну тут конечно Извини Братишка Все Спрятали Дэнди Денайдс Будет Артизи Пытается его Убить Дэнди Вешает на себя Урну Получает Станг Куроки Мелта Использует Пытается Вырубить Фаника Но Бэйн Как близко И как далеко Был Артизи Ракета От Клокерка Тоже Никого Не убивает И Просто Полные Грусти Игроки Команды Кайпер Разбредаются По лайнам И будут Сейчас Фармить Ну что Агонимчик Приобрел Себе Уже Куроки За 18 Минут Слушайте Сдел Сколько У него Теперь 70 секунд КД На первом Уровне 600 Дамага Имеет Ульта Бодро Я вам даже Скажу Очень Бодро Энви Тем временем Ломает Уже Вторую Вышку За Вот так Да Пеньки И Телепорт Энви Конечно Не растерялся С Кастел Ульту Дал С Кастел Ульту И через Флагкен Всех Пеньков Убили Вилат Просит Паузу Интересно Видимо Что-то Случилось В Тобе Какие-то Проблемы Тоби Тоби Саут Тоби Хэз Дисконнект Пром Загейм Хорошо Подождем Тогда Тоби Вана Не знаю Может быть У него Что-то С интернетом Или Празднуя День рождения Он открыл Бутылку Шампанского Прямо Во время Четвертой Карты Финала Четвертого Дифенса Пробка Внезапно Отлетела И Попала В роутер Там Я не знаю В щиток С электроэнергией Вырубила Что-нибудь Там Я не знаю Что-нибудь Вырубила И Произошло То, Что произошло Включи NetWars Включил Так Тоби Вроде бы Как вернулся Но Одну минутку Он просит Не знаю Может у него Действительно Что-то Случилось С Ну Сами Понимаете Что-то Действительно Там С интернетом Тогда ему Надо Перезапустить Программку Для стримов Все Так Так Unpause И Нави 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 Идут Как-то В мид Байтят На иллюзию Фуджао Боуна Сразу Паникал Врубает Коги Но После первой Тычки Становится Понятно То Что Это Это Просто Иллюзия Дальше Путь Сделать Будет Форстав Будет Делать Форстав Чик Все Бэшку Делать Хотя Какая МКБ Черт Побери Убивает Вот Пожалуйста Видите Для чего Аганим Куроки Просто Хук Дизмембер Лагуна И ты Даже Если Купил себе Медас На пятой Минуте Ничего Из себя Не представляешь То есть Даже Если Если бы у Гирокоптера Было бы БКБ Он просто Не успел бы Включить Темпларка Формит Бот Аденди На позиции Аегис Исчезнет Через 3 минуты Вроде бы Нави Давят Но Все равно Как-то Этот Аегис Может быть Следует Разменять В Жесткой Драке Ой Хороший Кукчанский Просто Аденди Пытается Сгрызть Он И Заденайлся Его 4 человека Бьют Он заденайлся Ну вот Это лак Да Он конечно Не мог Написать Что-нибудь Подобное Точнее Не мог Не написать Что-нибудь Подобное Потому что Это действительно Как бы Забавно Хотя Такое В принципе Сплошь и рядом Встречается Я почему-то Когда Против Пуджа Играю Там Если в него Летит Все Он Как бы В любом Случа Денайлся Такое Тоже Часто Видно Так Куроки Сейчас Спалился Да Вот Покликали на него Ребята Вон он Вон он С агонимом Лови его На втором Ого 925 Уже бьет Лагуна Это больнее Это больнее Дендик Портится На пенька И забирает Инвизу Ой Какая Приятная Руна Для Денди Вы только Посмотрите Сейчас Наверное Заюзает Ее И пойдет Кого-нибудь Кушать Такой Довольный Весь Денди Выходит На мид Вместе С Куроки Конечно же Ой Ракета Просветила Просветила Заюзали Инвизу Идут Хвост Тем временем Там на боте Убивает Котла Здесь Пошел Пошел Лагуна И ох Ульту Скастил Синг По-моему Куроки Умрет Сейчас Пси Блейдом Даже Прямо Денди Увернулся Пси Блейда Сзади Фурион Фурион С Шедо Блейдом Кристаллисом Убивает Герокоптер Боун Входит С Кукшота Закрывает Фанника В Хоге Хвост Пытается Что-то сделать Просто убежать Ребятам Из скайпе Отдали они Всего лишь Одну Одну Лину А сделали Очень много Фрагов Через минуту Исчезнет Аегис Хвост Может даже Сейчас вообще Просто идти Бодаться Никого не боять Потому что у него Есть Аегис Точный тайминг Должен быть Плюс к тому же У него армлеточка Есть Она обузится Открызаются Сейчас все Иллюзии Наги Фанник Тут тоже Пытался сделать 3200 золота У него В кармане Лежит И что-то едет Смотрите Форстав Ох ты Сакра Для хвоста Слушайте Так это же Супер баш Ребят Это Супер баш У хвоста И с этим Уже Реально Не поспоришь Просто Не поспоришь Ну вот Что ты ему скажешь Вот выходит На тебя Наикс У него в руке Такая вот Пушка Да БКБ Не БКБ Все равно Ты как бы Не переживешь Такую атаку То есть Как-то я не знаю Кайпе Как надо драться Можно попытаться С ультом Наги Как-то Синициировать Под Колдауном Но Все равно Даже При идеальной Инициации У Кайпе Будет не все Так хорошо Так У гирокоптера Появляется БКБ Несмотря на то Что он Купил себе Мидас На пятой минуте БКБ у него Появляется На двадцать третий Ну и Нави Идут ломать Нету Аегиса Конечно же Но Все равно Очень большое Преимущество Сейчас у украинской Команды И по золоту И по опыту Дейдл Суфуриона Такс 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 Тут Ультанул Котл Сейчас Ну да Конечно Надо там Миссы скидывать Что-то Как-то Вообще Не давать Пропушить Пупи Получает Меку Будет Немножко Полегче Дает ее Сразу же Для того Чтобы Ну Может Хвоста Подхилить Сейчас Что-то Похрепов Плюс Армор Будет Можно будет Чуть посильнее Ой Хорошо Вообще Ворвался Бон То есть Пупею Не скастить Просто ничего Но Дэнди Просто Этого Пупея Вытягивает Оттуда Дэнди Дэнди Кусает Энви В итоге Ульт Получает Иллюзия Наги Очень провальная Очень провальная Игра От Пупея Но на самом деле Там уже Хвост Совсем справляется Его хукает Дэнди Хвост Обузит Армлет Уходит Сетка Инснейр Опасно Опасно Армлет Обузится У хвоста Нету Инфеста У него Еще не скастован Супер Баш Куроки Дает Свою ульту Пролетает Сюда Фаник Убивают Еще И Темплар И Энви Пишет ГГ Не дожидаясь Того момента Как ему Спушит Лайн Ну что Друзья Я вам могу Сказать Великолепная Игра От Нави Несмотря На то Что Первая Карта Была Просто Отвратительной И Несмотря На то Что Я Очень Редко Когда Предсказываю Правильные Исходы Матчей Но здесь Действительно Получилось Так Что Кайпи Показали То что Они могут Да Вытащили Козыри Из рукавов Вот мы Так умеем Так умеем Первую Карту Затащили Вторую Карту Чуть Не Затащили Ну и Потом Естественно Две Проиграли И Ну То есть Вторую Они и так Проиграли Я имею Две Еще То есть Третью Четвертую Ну что ж Поздравляем Навис Победы 12 тысяч Отходят В копилку Украинской Команды Друзья Я наверное С вами Попрощаюсь Потому что Времени Уже Много Уже Поздний Поздняя Ночь Пойду Наверное Еще раз Перечитаю Математические Анализы Теорию Вероятности Возьму Ручечку Возьму Чистый Листок Бумаги И попытаюсь Что-то сообразить Насчет того Что я вам сказал Потому что Ну очень много Времени Ну как бы У нас просто Недавно Два-три дня назад Состоялся Такой диалог В скайпе Что вот мы Говорили Насчет контроля Рун Там Как В общем Мы как бы Совершенно Упустили Ситуацию Того Что Как бы 50 на 50 Там Ресается И Честно говоря Я тут По-моему Может быть Даже Перегнул Палку Но Я попытаюсь Прийти К Разумному Так сказать Умозаключению И Что-то Сделать Если у меня Что-то Выйдет Я вам Обязательно Покажу Результаты Ну что ж Всем спасибо За внимание С вами был Фарсешка Любите Доту Поздравляем Нави Можете Там в Киеве Не знаю В Донецке Открывайте Шампанское Кто ставил Рарки На Нави Тоже может В принципе Пойти И На радостях Выпить Бутылочку Кефира Не знаю Я пожалуй Так и сделаю Запись появится Естественно Завтра На Ютубе Друзья Да Кстати Чуть не забыл Чуть не забыл Записи появятся На Ютубе Ну и естественно В моей группе Вконтакте Вк.ком Слыш Фарсешки Заходите Подписывайтесь Здесь проводится Помимо Розыгрышей Еще и Всякие Другие Штуки Короче Не скучаем Мы здесь Ну и на этой Позитивной ноте Я с вами Прощаюсь Пока Продолжение следует...